Что такое либертарианство? Либертарианство – это правовая доктрина, которая основывается на двух принципах – принципе самопринадлежности и договоре о неагрессии. Принцип самопринадлежности утверждает, что человек принадлежит самому себе. Это неотчуждаемое качество, которое позволяет человеку вступать в правовые отношения. Поэтому либертарианство исключает контрактное рабство. Невозможно отказаться от своей субъектности. Можно только выйти из правовых отношений. Это значит, что в рамках либертарианского права человек не может быть чужой собственностью. Зато, будучи субъектом, он может преобразовывать природу вокруг себя и создавать новые объекты собственности. Например, если в дикой природе вы найдете палки и камни и сделаете из них каменную кирку, это значит, что получившийся инструмент будет принадлежать вам. Это то, как в либертарианстве рождается принцип частной собственности. Если ты нашел что-то ничейное, что-то произвел из бесхозных ресурсов или получил в результате добровольного обмена, значит, это принадлежит тебе. Договор о неагрессии, в свою очередь, устанавливает правовые отношения между людьми, пока кем-то не будет совершено агрессивное насилие в отношении другого человека. Если кто-то пытается достичь своих целей, инициируя насилие, то он выпадает из правового поля со всеми вытекающими из этого последствиями. Договор о неагрессии не является полным набором правил для либертарианских сообществ. Это база, на которой строятся все последующие правовые отношения между людьми. Без этого договора невозможно право, а возможен только произвол сильнейшего. Вот и все основы. То есть, если совсем на пальцах, либертарианство сводится к субъектности человека и добровольности отношений. Но все это сферическая теория в вакууме. Реальный мир устроен гораздо сложнее. Никто в здравом уме не предлагает построить общество только на основе этих двух простых принципов. Они только помогают определить, какой поступок считать правомерным, а какой нет. А способов организовать общество, которое бы не противоречило этим идеям, в реальном мире великое множество. По сути, либертарианским может считаться любое добровольное объединение людей, если оно не проявляет агрессии к своим членам внутри и соседям снаружи. Это может быть крупная транснациональная корпорация, отдельный город или штат, маленькая религиозная община в глухом лесу или любое другое добровольное объединение людей по какой угодно причине. На своей территории они могут принимать любые правила, которые только захотят, до тех пор, пока их союз остается добровольным и не опирается на агрессивное насилие. Вопрос только в том, найдутся ли люди, которые подпишутся под этими правилами и захотят жить в таком объединении. Но важно не только добровольное объединение, но и добровольное разъединение. Либертарианские юрисдикции не могут существовать без свободы выхода, а значит, в любой момент человек должен иметь возможность выйти из этой юрисдикции, и никто не вправе ему помешать. Представим на минуту страну, которая реформируется, стремясь к либертарианским идеалам. В ней сосуществуют разные штаты, края или области, в которых есть разные люди, разные культуры. Где-то жители согласились не запрещать легкие наркотики, где-то договорились не запрещать даже тяжелые, а где-то недопустимы вообще никакие вещества, где-то нормой является владение оружием, а где-то люди решили, что без него им будет лучше, где-то остаются только муниципальные органы управления, которым доверяют самые простые бытовые вопросы, а где-то выстроено что-то похожее на современное социальное государство со всеобщим образованием, полицией и медициной. Сборы на их содержание, разумеется, будут соответствующие, но в отличие от налогов, которые государства собирают под угрозой агрессивного насилия, добровольность ассоциации гарантирует, что каждый их платит потому, что сам считает это лучшим приложением своих ресурсов. Где-то конфликты решают суды присяжных, а где-то спорными вопросами занимается выборный судья. Какой-то образ жизни ведет к быстрому экономическому росту, а какой-то не так успешен в этом деле. Куда-то люди стремятся попасть изо всех сил, а откуда-то уезжают в соседнюю юрисдикцию. Такое многообразие способов организовать свою жизнь в рамках единого правового поля порождает мощную конкуренцию между юрисдикциями. Либертарианство не рисует единого образа светлого будущего для всех. Вместо этого оно готовит правовую основу для огромного разнообразия разных людей с разными сценариями счастья, даже если они в корне отличаются друг от друга. А конкуренция покажет, какие сценарии в жизни способны и на самом деле отвечают интересам людей. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте криптовалюту, если вам нравится, что я делаю. QR-код у вас на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова